Солигорск Мы вводили только-только День народного единства. События 2020 года тогда были еще совсем свежи. Сейчас это фактически начало политического года. Уже, я думаю, привыкли активисты наших общественных объединений, политических партий, что они собираются вот в таких крупных залах для того, чтобы обменяться мнением, услышать экспертов из Минска, если угодно, сверить часы. Для нас очень важно держать руку на пульсе. Может быть, это и банальные такие слова, но это так. Единство, оно рождается в ходе встреч, в ходе разговоров, в ходе обмена мнениями. Белорусское общество знания постоянно ведет такую работу лекционную. Я даже вот скажу, мы с Григорием Юрьевичем и Заренком ехали пока сюда, в Солигорск, по дороге уже было ему несколько звонков с приглашениями приехать, как любит говорить наш президент, с лекциями, выступить в качестве лектора. Потому что глава государства дает нам пример. Он постоянно подчеркивает, что он в первую очередь лектор. Человек, который умеет общаться с людьми. И мы равняемся на него, ведем этот открытый разговор. И вот с такого разговора, с обозначением проблем, это ни в коем случае не должно быть такое елейное. Знаете, у нас все хорошо. Как только такое начнется, это значит все, акцию можно заканчивать. Но я надеюсь, что такого не будет. Никакой самоуспокоенности не может быть. Противники наши этого ждут. А мы не должны это делать. Если даже не будет острых вопросов, то наша задача лекторов, если угодно, самим задавать эти острые вопросы. Опять-таки, равняясь на пример главы государства, вот в этом и смысл акции. То есть политический год должен начаться с такого интеллектуального задора, должен начаться с обмена мнениями, с постановки проблем. Может, даже мы не на все вопросы дадим, хотя постараемся. И потом будем обмениться в течение этого года. Тем более, год ответственный. Это год, политический сезон президентских выборов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова